Здарова народ, всем отличного настроения, вы смотрите канал China Gadgets и сегодня мы с вами разбираем по косточкам и вводим на чистую воду новенький гигантский планшет от компании Honor и сразу же заходим с козырей. Наконец-то, наконец-то мои мельбы были услышаны, вслед за смартфонами начали расти и планшеты, и это как по мне очень хорошо, так смартфоны в последнее время уже чуть ли не вытеснили планшеты своими внушительными габаритами. Вот, собственно, я и раздобыл для тестового обзора один из самых крупных на нашем рынке планшетов из доступного ценового сегмента. Honor Pad 8 на руках у меня уже около недели, и сейчас я, как всегда, максимально кратко и содержательно постараюсь им рассказать, что именно представляет из себя этот великан. Опять же, встречают по одежке, и, откровенно говоря, какими-то прям супер дизайнерскими изысками планшет не изобилует. Тут в почете строгая классика и минимализм, но тут же в копилочку плюсов хочу закинуть полностью алюминиевый корпус и отличную сборку. Ничего нигде не люфтит, не скрипит и не болтается. Если попробовать взять его на изгиб в пределах разумного, то никаких скрипов тоже не последует. В общем, тут всё в традициях компании Honor, но вы, ребят, обязательно выскажите своё мнение по поводу внешки нашего сегодняшнего героя. На лицевой стороне по всему периметру мы встретим относительно тонкие рамки вокруг дисплея. Они имеют одинаковую толщину до 9 мм вместе с бортиками. Для комфортного использования самое то. Так, дисплей тут действительно крупный. Ну а сейчас, собственно, гвоздь программы. Экран Honor Pad 8 занимает до 87% от общей площади лицевой стороны планшета. Имеет диагональ в 12 дюймов, а также разрешение 2000 на 1200 точек. Плотность пикселей в такой комбинации составляет 195 ppi. В целом, во время эксплуатации пиксели в глаза лично мне не бросались. Но спорить не буду. При такой внушительной диагонали хотелось бы увидеть плотность чуточку побольше. Но опять же, если отодвинуть все бумажные технические характеристики в тёмный ящик, то в быту никаких проблем или недостатков при использовании устройства я вообще не ощущал. Повторюсь, пиксели можно разглядеть только при условии их намеренного поиска. То есть зернистости не наблюдается. Читал как крупный, так и мелкий текст. Сёрфил сайты разной сложности и дизайна. В принципе, всё окей. Как читалка, вполне себе вариант. Плюс у экрана есть защита от синего излучения и все сопутствующие сертификаты защиты зрения. Ах да, забыл сказать, что сам дисплей выполнен по технологии IPS. А следовательно, пентайла тут тоже не будет. Между матрицей и стеклом нет дополнительной воздушной прослойки. Экран выполнен по технологии OGS. В общем, для потребления контента, просмотра видео, игр, чтения, трендсерфинга он подходит однозначно. Под это он, собственно, и затачивался. Ну а то, что он крупнее обычного, ему только на руку. Думаю, скоро многие производители потянут свой стандарт под двенашки. А Honor оказались в числе первых. Да, уже есть планшеты и побольше. Но уж поверьте, в этом ценовом диапазоне под 8 лидер. Honor под 8 управляется под вполне актуальным 12-м андроидом и фирменной оболочкой Magic UI 6.1. В целом, тут визуально всё выполнено в общем стиле с аналогичной оболочкой на смартфонах, но с некоторыми переработками под удобство использования конкретно на планшетах. И самое главное, что все Google сервисы предустановлены прямиком из коробки. Для многих, я думаю, это будет важным моментом. В целом, оболочка шустрая, не перегруженная и довольно приятная глазу. Что до производительности, то сердцем Honor под 8 стал 8-ядерный 64-битный чип от компании Qualcomm, а именно Snapdragon 680 с максимальной частотой работы ядер равной 2,4 ГГц. Объём же оперативной памяти составляет 6 ГБ, плюс традиционный 2 ГБ расширения при помощи фирменной технологии RAM Turbo. Объём же накопителя составляет 128 ГБ, а вот карточку памяти стандарта microSD установить в нашего героя не получится. Ну и как я уже сказал выше, с возложенными на него задачами планшет полностью справляется. Работать на нём приятно и ненапряжно. Каких-то прям критичных лагов и багов, глюков я не замечал. Что до игр, то, разумеется, к игровым решениям я нашего героя отнести не могу. Но и без игр он нас тоже не оставит. Например, в тот же Standoff 2 на максималках играется спокойно с упором в 60 фпс. И знаете, играть на таком здоровенном экране это совершенно другой опыт. Немного непривычно, но интересно. Что до PUBG New State, то и тут не могу сказать, что планшет не справился. Тем более, как и на многих других, даже более мощных решениях, я рекомендую ставить низкие настройки графики для лучшей отзывчивости, меньших задержек и лагов. И тут снова играется вполне комфортно. Так что поиграть тут можно. И единственное, не советую гнаться за запредельными настройками графики. И тогда всё будет хорошо. Ну а что касается троттлинга, то по сути его тут и вовсе нет. Потому что разогреть такую здоровенную машинку даже после двух, а то и трёх часов игры, это та ещё задача. Да, спору нет. Камеры далеко, ну не самое главное в планшете. Но в целом, опять же, конкретно с возложенными задачами планшет справляется. Какие задачи? Ну, во-первых, это видеосвязь и короткие зарисовки для мессенджеров и тому подобное. На что-то большее камеры, конечно же, не претендуют. Honor Pad 8 получил фронталочку на 5 мегапикселей и основную также на 5. Обе поддерживают запись видео в Full HD 30 кадров в секунду. Ну а сейчас предлагаю ознакомиться с примерами фото и видео файлов, сделанных при помощи нашего сегодняшнего героя. Тест записи видеокамеры планшета Honor Pad 8. Запись ведётся в максимальном, ребята, Full HD разрешении, то бишь это народные 1920 на 1080 точек. И вот такая картинка у нас получается. Кадровочка 30 кадров в секунду. Ну, разумеется, не буду спорить. Мало кто будет использовать планшет как видеокамеру. Но при желании что-то где-то подснять тут можно. Идём обычным прогулочным шагом. И вот что у нас из этого, как говорится, получается. Так, давайте-ка ещё обкатаем систему автоматической фокусировки на макро. Как он справится с этой задачей? Подлетаем. Ага, есть. Уходим на горизонт. И ещё раз макро. И ещё раз на горизонт. Ещё раз всем привет, дорогие друзья. Сейчас записывается уже на переднюю камеру нашего сегодняшнего героя. И тут у нас получается всё плюс-минус точно так же, как и на основной. То есть Full HD 30 кадров в секунду. Сейчас планшет держу на вытянутых руках. Можете ценить угол захвата изображения. Опять же, для скайпа, ватсапа и тому подобное. Думаю, камера вполне себе сгодится. Может быть, даже что-то где-то подснять. Ну и вот так у нас в целом снимает передняя камера Honor Pad 8. Ну и, конечно же, автономность. Honor Pad 8 получил вполне неплохую баночку на 7250 мАч с поддержкой быстрой 22,5-ваттной зарядки. Но по ощущениям скажу, что планшет живёт прям очень долго. Но даже при активной эксплуатации он всегда доживает до вечера. То есть получается эдакий баланс. Всё-таки такой большой экран будет кушать. Ожидать обратного глупо. Например, планшета хватает на 14,5 часов просмотра видео на это при 70% яркости, что вполне похвально. Ну и, конечно же, звука вишенка на тортике. Honor Pad 8 получил сразу 8 динамиков. Вот этим в данном ценовом сегменте уж точно вряд ли кто-то ещё сможет похвастаться. Но, подключая тот факт, что любая техника Honor звучит неплохо, мы на деле получаем реально довольно плотный и напористый звук. Но, как для планшета, разумеется, громкий и без особых искажений. Думаю, звук устроит, в принципе, любого. Тут он может тягаться стопами с куда более высоким ценником. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, мои дорогие друзья, на этом, думаю, всё. Подытожив, могу сказать, что Honor Pad 8 действительно довольно интересный, крупный и приятный аппарат. На рынке сейчас подобных решений, ну, не так уж и много, так что к нему можно смело присмотреться. Разумеется, ссылочки с самыми минимальными ценами, что мне только удастся откопать на просторах интернетов, я оставлю в описании под этим видео. Кстати, также к этому великану можно прикупить ещё и вот такой вот магнитный чехол-клавиатуру. И будет такая альтернатива ноутбуку, чуть ли не полноразмерному. Вот такие вот пироги. Ну а покупать ли Honor Pad 8 или же нет, решайте, конечно же, в первую очередь вам. Всем огромнейшее, ребят, спасибо за внимание и поддержку, видеолайков, подписок и одобряющих комментариев. Всем удачных покупок, годных гаджетов и до новых встреч!